Привет, мои будущие мамочки или новоиспеченные мамочки, я не знаю. Я хочу сейчас дать два совета, которые сделают вашу жизнь беззаботной, спокойной. В течение первого года после появления малыша вот два правила, которые гарантируют счастливую жизнь, без нервов, с высыпаниями, со спокойным малышом, спокойной мамой и без каких-либо проблем в семье. Опять-таки, я повторюсь, что я как бы ребенка полностью воспитывала, растила одна. Ну, муж деньги зарабатывает, жена за ребенком ухаживает. У нас не было никаких распределений обязанностей вообще, поэтому как бы ни бабушек, ни дедушек, никого в моем окружении тоже нет. Один на один, два, четыре на семь, круглый год, с ребенком одна. И что я поняла? Первое правило, которое нужно делать, нужно выполнять после рождения, это постарайтесь, приложите просто все усилия, чтобы наладить грудное вскармливание. Оно просто вам будет помогать очень и очень сильно, когда там малыш, не дай бог, приболеет, они там не хотят кушать. Это всегда успокоительное рядом под рукой у малыша. Вам не нужно, короче, тратить время на всякие там бутылочки. Ночью, например, встать, пойти это подогреть, приготовить, отнести, покормить, унести. Ну, в общем, для меня это очень страшно звучит. Реально, как бы это целый геморрой. При том, что я как бы спала всю ночь спокойно с ребенком под боком и не просыпалась до самого утра. Ну, не было никаких бессонных ночей благодаря этому грудному вскармливанию. И второе правило идет вместе с этим, это совместный сон. Ну, типа, вот есть люди, которые боятся, что они там раздавят этого ребенка. Ну, я не знаю, какой надо быть мамой и в каком надо быть состоянии, чтобы забыть, что у тебя рядом лежит маленькое хрупкое создание и как-то бы раздавить. Я не знаю, может, если у вас такой, типа, глубокий сон и вы себя не контролируете, то вам это правило не подойдет. Но мне оно спасло реально всю мою жизнь. Как бы мое здоровье, красоту, нервы и так далее, что я уже упоминала раннее видео. Грудное вскармливание и совместный сон с ребенком гарантия выспавшейся счастливой мамы и малыша.